Почти половину водителей маршрутных такси привлекли к административной ответственности в Волгограде. Проверки проводят регулярно в разных российских регионах и статистика удручает. На маршруты выходит много микроавтобусов, представляющих опасность. Одни нужно срочно ремонтировать, другие и вовсе отправить на свалку. Соблюдение правил отдельная тема. Репортаж Елена Пич. Вот маршрутка, работающая на газе, от столкновения превращается в огненный шар. В салоне пассажиров не было, но несколько прохожих получили сильные ожоги. На этом шокирующем видео машина сбивает женщину на глазах у ее ребенка. Водитель маршрутного такси даже не подумал остановиться перед пешеходным переходом. Поездки на маршрутках в Волгоградце уже давно прозвали русской рулеткой. Ржавый кузов, грязный салон, неприятный запах, всякий хлам под неопрятными сидениями. Неудивительно, что попав в такую машину, многие пугаются. А под капотом у нее такой же в кавычках порядок и как далеко может завести такой автомобиль. На этот раз пассажиры покидают микроавтобус по просьбе полицейских. Неработоспособна тормозная система и, соответственно, транспортное средство дальше не едет. Сотрудники полицейского технодзора только за последние две недели проверили больше 250 маршруток. Почти половину водителей привлекли к административной ответственности. На глазах у нашей съемочной группы инспекторы остановили шесть машин с пассажирами в салоне. И только две из них оказались полностью исправны. Нескольким водителям придется устранять относительно небольшие недостатки. У вас в транспортном средстве все должно быть заизолировано. Пусть все провода, а не вот это вот болтаться. Но тем более рядом с газовой системой. Еще две машины, которые в любой момент могли потерять на дороге управления из-за неисправности, инспекторы сняли с маршрута. В одной детали рулевой тяги были соединены, мягко говоря, незаводскими креплениями. У вас там то ли проволока, то ли гвоздь. Видите, на тяге? Вот смотрите. Вот, на тяге. Мало кто знает, что за руль, пусть и небольшого пассажирского автобуса, может сесть человек, имеющий всего год водительского стажа. А предрейсовый медосмотр иногда не дает гарантии, что машиной управляет здоровый человек. Этот водитель маршрутки уже три года употребляет наркотики. Известно об этом стало только потому, что молодой человек был задержан полицейскими. За то, что почти сутки не давал своей жене вызвать скорую для полуторагодовалого сына. Малыш случайно нашел и съел его спайс. Ребенка чудом спасли врачи. А следователям пришлось подробно выяснять, в том числе и то, как получилось, что на общественном транспорте работает наркоман. На момент предрейсового свидетельствования врач анализирует визуально. То есть запах изо рта, ну, соответственно, зрачки. Методик выявления употребления наркотического средства синтетического сейчас, ну, таких доступных не существует. Специалисты считают, что нужно ужесточать требования к пассажирским перевозкам. Например, говорят сотрудники ГИБДД вернуть им технический осмотр коммерческого транспорта и увеличить стаж, который необходим, чтобы стать водителем автобуса.